Подписание программы сотрудничества между Брестским облсполкомом Брестской и Пинской епархиями Белорусской Православной Церкви – это еще одно подтверждение взаимовыгодных отношений, которым уделяется внимание на самом высоком уровне. Это объединение усилий и возможностей двух сторон по укреплению духовно-нравственных основ общества, создание благоприятных условий для решения социальных задач, стоящих перед регионом. Я хочу, чтобы наши теплые сложившиеся отношения во всех направлениях деятельности государственной власти, духовенства имели уверенное подтверждение, то, что мы понимаем друг друга и хотим в дальнейшем вместе работать и служить нашему белорусскому народу, нашим прихожанам. Наша сегодня задача – предложить в очередной раз, как исполнительные власти Брестской области, подписать соглашение о взаимодействии в том глубоком, так сказать, с понимающим человеческим. Когда разрабатывалась программа, проект соглашения, мы обратили внимание на патриотическое воспитание молодежи. Это нужно, это необходимо, свою историю необходимо знать каждому из нас. Она, к сожалению, иногда бывала не такой, как нужно, мягко скажу, но тем не менее ее надо знать, потому что если человек не знает прошлого, у него нет будущего. Вот воспитание, образование, конечно, социальная работа, помощь нуждающимся. На встрече все стороны подчеркивали, что за прошедшее пятилетие сделано весьма много, но новая программа предполагает не только продолжение добрых и нужных начинаний. В документе образца 2021 года четко определены те направления, которые касаются взаимодействия в сфере социальной защиты и образования, воспитания духовности и любви к своему отечеству. Стоит отметить, что один из основных пунктов новой программы касается здравоохранения. Тема COVID-19 и необходимость оказания психологической помощи людям в постковидный период. Ведь ни для кого не секрет, что деятельность священнослужителей и их помощь людям хорошо проявилась в непростое для всех время – в пандемию, когда и врачи, и духовенство делали общее дело – врачевали людей. Одни молитвами, другие лекарствами. Мы не знаем, что нас еще ожидает, но уже готовы к тому, что необходимо будет помогать людям. Это постковидный период, потому что, как мы видим, вот вчера я общался с главным врачом психоневрологического диспансера. Он мне говорит, что есть, начинаются, так сказать, эпизоды, когда люди после болезни заболевают психически. На это тоже надо обратить внимание. В своем выступлении архиерей Пинский и Лунинецкий Стефан подчеркнул, что сегодня церковь всецело поддерживает мирные стремления белорусского народа, ибо для верующих людей война – грубое и преступное извращение христианской веры. Поэтому на службах священнослужители молятся о мире для себя, для своих детей и внуков. Главным, что неоднократно подчеркивали на встрече все выступающие и что отражено во всех пунктах пятилетнего программного документа – возрождение духовности в обществе в каждом из нас. Договор – это на бумаге, а сами отношения, это сложившиеся уже и веками в том числе. И я думаю, что наше соглашение, которое сегодня подписано в очередной раз и документально подтверждено, явится тем безусловным договоренностью, что сегодня священнослужители православия Брестской области объективно понимают ситуацию, что необходимо поддержать нашу страну. Но обычно церковь не всегда в большой политике, но она очень близка сегодня к сердцам своих прихожан. Поэтому я думаю, что вот это взаимоотношение и вот эти все наши вехи, которые мы отмечаем для общения, явятся плодотворным результатом дальнейшего взаимодействия и бесконфликтной дальнейшей ситуации. Программу сотрудничества на 2021-2025 годы подписали председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко, архиепископ Брестский Кобринский Иоанн и архиепископ Пинский Лунецкий Стефан. Принятие столь важного документа, по мнению участников встречи, будет способствовать координации совместных взаимовыгодных мероприятий государства и Православной Церкви на Брещене. Продолжение следует...